Большое вам спасибо за ваш вклад в День Великой Победы. Я думаю, что без вашего участия мы, может быть, даже не существовали. Большое вам спасибо и большое поклонение. В доме Анны Михайловны Савченко третий день нестихают поздравления. Ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 100 лет. Представители территориального управления микрорайона Клязьма-Сторбеева выразили химчанке слова благодарности за боевые подвиги и вручили медаль «75 лет победы» в Великой Отечественной войне. Несмотря на столь преклонный возраст, пенсионерка с охотой общается с гостями и делится воспоминаниями. Скажите, есть какой-то секрет? Никакого. Никакого секрета? Просто такой характер. Я с детства никого не предавала, никого не убежала, ни с кем не ссорилась. В саду у нас был, в саду соседи были хорошие. И там все меня хорошо. В общем, я даже ругаться и не умею. В годы Великой Отечественной войны Анна Савченко работала медсестрой терапевтического военного полевого госпиталя. Вместе с 18-й армией прошла боевой путь под Ростовом на Донбассе, в Крыму и Польше. На войне познакомилась с будущим мужем. У Анны Михайловны двое детей, четверо внуков и шестеро правнуков. В рамках празднования 75-й годовщины Великой Победы чиновники навещают ветеранов Великой Отечественной войны и предлагают различную помощь по дому. Каждому необходимо отнестись с особой теплотой, с особой заботой. Потому что это те люди, которые на своих плечах вынесли тяготы Великой Отечественной войны, знают фактическую историю этих страшных дней. И, конечно, с ними общаться – это получать правдивую информацию о тех страшных событиях. На сегодняшний день в Химках проживает 1688 ветеранов, тружеников тыла и несовершеннолетних узников фашистских концлагерей.